Добрый вечер! Алексей Нцеров потекавился перспективами. Валовый региональный продукт только на 2,5% меньше запланованного. Продукционная спирация крыхла больше, чем на 1%. При том, что нагомышленные добро ведут, что делать в такой ситуации и на какие сферы необходимо звернуть першечерковую увагу. Основные – это валовый региональный продукт, это экспорт, потому что наша экономика открытая. Это создание новых рабочих мест на новых предприятиях и на действующих предприятиях, а также заработная плата. Вот, наверное, эти четыре показателя с той массой, по которой мы себя контролируем, это основные, на которые мы сегодня обращаем внимание. Безусловно, привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для развития экономики. Что от этого створения новых процентных мест, то у сельской местности и невеликих городах упор, взробленный на приватный сектор, плюс новые вытворческие повинны открываться на дейвучих предприятиях. Во умовах проведения оптимизации колькости працующих для снижения затрат, необходимо продовлететь для людей иншую занятость. Тем больше, что укорнение новых видов послуг и выпуск новой продукции повинны становочим чином отбиться и на областном бюджете. В первом квартале поступлений склали 3 триллиона 140 миллиардов рублей, а это всего на 3% больше, чем было за аналогичный летний период. У таких умовах все социальные программы и выплаты профинансованы в полном объеме, але некоторые расходы пакуль пришлось припынить. Мы уже оптимизировали расходы, точнее зарезервировали на сумму 725 миллиардов рублей, сдержав расходы не первоочередного характера. К ним относятся капитальные расходы. Это стройка, это капитальные ремонты, это приобретение оборудования. Жить не обходно по сродках. Гэты слова на посаджение оборудования могучали не одной. Сегодня не просто экономичная ситуация, а когда реально бачить ориентиры, перспективы сдаются не такими уже и дрельными, тем больше, что у сокровиков уже означены тенденции, которые дают подставы для оптимизма. Динамика действительно просматривается положительно, промышленность показывает определенный рост индекса физического объема по производству. Но в принципе всего надо сказать, что время непростое на фоне мирового кризиса, на фоне тех колебаний, которые происходят с курсами валют. У нас задачи стоят большие. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». И в протяг темы – знижение выдатков. Все лета на Гомельском химичном заводе сабе кошт продукции знизили на 7,5%. А до конца года тут планують выйти на вызначенный для всего промыслового сектора экономики узровень знижения выдатков минус 25%. Якие меры дозволят добиться гэтага пакашчика, доведалася Марина Северьянова. Гомельский химичный завод – одно из ведущих предприемств нафтохимичной галлины Беларуси и наибойнейшей Украине, где вырабляют минеральную добрынь с утрыманием фосфору. До 60% продукции отправляется за межик краины. По выниках работы в первом квартале этого года доля экспорта досягнула омаль 85%. Для нашего предприятия, как и для любого другого, существуют традиционные рынки сбыта. Это Польша, Литва, Латвия, Украина. Конечно, целевые рынки не всегда обеспечивают наши потребности в продаже продукции, поэтому вопросами диверсификации мы занялись на предприятии уже давно. На сегодняшний день география нашего экспорта составляет более 10 стран. Наша продукция была представлена на таких рынках, как Грузия, Молдова. Реализация инвестпроекта по реконструкции цеха фосфорной кислоты, которые завершили летость, дозволила снизить расходную норму по основной сыровине фосфоры. А это в свою шаргу принесло заводу отшивальную экономию. Материальный эффект отзначен из селита и от проектов, которые укоронили несколько годов тому. Например, модернизация сырно-кислотного производства, проведенная 5 лет назад, на сегодняшний день позволяет полностью отказаться от покупной теплоэнергии, не использовать на производство тепловой энергии природный газ, а также наполовину обеспечивать себя собственной электроэнергией, что дает весомый вклад в служение себестоимости. Также к снижению затрат приводит экономия материальных ресурсов. Сырья. Как одно из мероприятий, это закупка более дешевого сырья. А как основной рычаг экономии, это непосредственно отработка технологий и поиск более оптимальных режимов, позволяющих снизить непосредственно удельные расходы сырьевых потоков. До речи, с притягнением распрацовок белорусских навыковцев, на предприемстве поширается ассортимент удобрения, что год з'является 3-4 новые марки для кожной рослинной культуры. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Сучасная экономика диктует новые потребования до кадровой политики. Выники реализации у «Гомеля» программы «Кадры» обмерковали депутаты городского совета. Были означены становочие тенденции, а также выказаны шерах пропанов, которые позволят в будущем эту работу удосконалить. Знакомитая фраза «Кадры выращают все» у сучасных умовах становится, як неколи актуальной. До речи, зараз означается кадровая омолодженність род людей, яке займаюць керуючая посады на предприемствах и организациях города. Их середний взрост – 39 годов. Разом с тим иснуюць негативные з'явы по недохопу специалистов у особных сферах, например, у дошкольных установах адукации. Основная причина – невысокая заработная плата. С гэтым звязаны и невысокий процент замоцования супрацовника у середней специальной адукации у Галине Аховы Здоровья. В целом не удовлетворяется заявка, которую подают учреждения медицинские в наши медколледжи. На сегодняшний день готовит недостаточное количество специалистов по этим специальностям. Поэтому решается эта проблема таким... Это не означает, что у нас сейчас очень много вакансий. Эта проблема закрывается за счет совместительства. Просто на сегодняшний день высок коэффициент совместительства по сфере здравоохранения. У регионе протягивается профилактичная акция «Гомельщина за здоровый ладжиття». Ее головная мета – повысить отказность насельництва за свое здоровье. У рамках акции на базе отдела громадского здоровья отбылся круглый стол. Его удельниками стали медики, представники державного регистра особ, которые потерпели от наступства катастрофы, выкладчики ВНУ и будущие психологи. Яны обмерковали пытания реабилитации потерпелых территорий и психологичные аспекты вплыва аварии. Одной из главных тем стало обновление здоровья насельництва. Специалисты отзначили, что сегодня структура захворвания у Гомельщины ничем не адрознивается от догольна республиканской. Например, когда первые пять годов после аварии узровень захворвания на рак сшитом подобной залозы в нашем регионе повысился в десятки разов, то сейчас этот пакашек значительно снизился. Стабильная ситуация назирается опошнее 12 годов. Одна из причин, что годовая плановая диспансеризация и повышение якости медицинской реабилитации потерпелого насельництва. Хочется заметить, что такая патология, как рак сшитовидной железы, популярный рак сшитовидной железы, который диагностируется в 95-98% случаев, он при ранней диагностике и лечении исключает летальный исход на 100%. До инших тем. Супрацовники милиции затрымали 36-годового жихара Мазыра, який у арендованным гаражи организовал нарколабораторию. У гаражи у одной из вёсок Мазырского района выявленный полимерный пакет с высушенным рослинным речевом в агой каля пау килограмма. Эксперты подтвердили, это марихуана. Затрыманный и господар гаража – 37-годовый мясцовый жихар. При агляде у него конфискована порошкоподобная речева белого колеру. Экспертыза вызначила, что порошок утрымливает в своем складе особливо небеспечная психотропная речева – амфетамин. Управление Следчего комитета по Гомельской области по даденым факте узбудила криминальные справы. Затрыманные накерованы у изолятор часового утрымания при управлении внутренних справ Гомельского облыва Конкама. На Гомельщине завершилась республиканская акция «Чистый водоем». Инспекторы природаховы совместно с товариством полевничих и рыболовов привели в парадок прибережные полосы. Долучиться до доброй справы могли все жадающие. Про выники акции доведалась Ганна Ковалева. Уборка территории старого речаща Ракисош поблизу Ахра городка Новая Гута стала заключной кропкой акции «Чистый водоем». На протягу ты дня она проходила по всей Украине. За 7 дней в Гомельской области очистить от сметча поспели прибережные зоны литерально у всех водоемов и рек. На оборону природы в пельчатках и с пакетами для сметча вышли экологи, представники громадских объединений и молодь. У нас есть чем сравнивать даже с первым годом, когда мы вывозили по 5-6 тракторных сележек только вот с этой черты, а в настоящее время, ну так скажем, значительно меньше мусора. Наверное, и сознание людей повышено. Таких выника удалось досягнуть усяго за 3 годы. Миновито стольки проводится акция «Чистый водоем». При этом, окроме уборки, у перед ее проведения разгортывается широкая информационная работа с насильництвом. Как выник на этот раз, от Сюль вывезли в 6 разов меньше сметча, чем у первый год акции. Наш долг – это беречь природу и научить этому наше поколение. Надеюсь, что люди услышат нас и поймут, и откликнутся на наше, может быть, хотение, пожелание, чтобы везде была чистота и уют. И все же экологи подкресливают, коли есть, что пробирать, проблема еще до конца не вырошена. Дорогие, с надыходом шашлычного сезона, пробережные пейзажи у всю частей дополняют горы сметча. Кабыцачисть порушальников не меньше, как два раза на тидень, специалисты областного комитета природных ресурсов Яховы Новокольного Сяродзя выезжают в рейды. Настоятельно рекомендую всем убирать свои отходы за собой в избежании серьезных штрафных санкций, которые могут быть до 30 базов величин. Это на данный момент больше 3 миллионов. Чтобы впоследствии не оправдываться, что я это разбросал, но я сейчас уберу. А действительно, чтобы наши берега были чистыми, и всем было культурно и приятно отдыхать на природе. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, Утеля, радиокампания Гомель. У Гомель и Сёня означали Международный день танца. Аматоры вальса, фламенко и латино собрались у областной библиотецы Мя Ленина. Концертная программа в рамках арт-проекта «Год культуры у библиотецы» адресована молодежной аудиторией. И мая – адекватный аспект. Школьникам рассказали про историю танца и показали ее уведоводж. Проставники танцевальных студий, которые занимаются разными танцевальными накерунками, продемонстровали свое майстерство. Яны танцуют, как проявить свои сдольности быть прыгожими и гнуткими. Есть и те, кто присвятил танцу життё. Это ведмостатство сдольны без слов передать думки и эмоции. Танец – это универсальная, сусветная мова. Я этим живу уже с шести лет. Я занималась разным видом искусства с детства, но все-таки выбрала направление, в котором я хочу работать, развиваться. И жить только в танце. Может быть, данное мероприятие у кого-то вызовет интерес в танце. Кто-то запишется, начнет танцевать. Ведь танцу подвластны все возрасты. И об спорте. У Гомеле проходит республиканский чемпионат Державного комитета судовых экспертиз. Сегодня – другий гульнявый день, а завершится с поборництвы в пятницу. Этот чемпионат – третий по лику. Он является одним из этапов у круглогодовой спартакеяды ведомства. Пакуль пройшли с поборництвы по лыжных гонках и шахматах. У агульным залику лидирует Витебское областное управление. У делу чемпионате по мини-футболе примают восемь команд, по одной от кожного областного управления, Минского городского и Центрального аппарата. До речи, пакуль только футболисты Центрального аппарата выигрывали чемпионат. У гэтым годзе соперники мают намер порушить гэтую традицию. На попереднем этапе команды подзялили на две группы. После группового этапа владальники перших и других мест разыграются с нагороды у плей-офф. По итогам таких чемпионатов спортивных мероприятий формируется сборная команда Государственного комитета судебных экспертиз для участия в межведомственных республиканских соревнованиях, а также чемпионатах Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». До речи, Державному комитету судовых экспертиз только три годы. Однако он поспел уже заявить про себя на ведомостных спортивных споборництвах. У 2015 году комитет занял третье место у агульном залику спартакеяды Державных органов физкультурно-спортивного товариства «Динамо» – спортивное братерство. Гэты и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgmail.by На гэтым выпуск завершены. У студии працывала Наталья Гнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинов. До новых встреч у эфиры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова